Сегодня здесь сиящие вы все являетесь его гордостью, потому что он, бываю, всеми гордился. Вот в его планах то, что он делал для своего народа, воплощение ваших талантов, ваших достижений, это, наверное, было бы его самой-самой гордостью. И сегодня я хочу обратиться к вашему зятю, который был очень близким для Дмитрия Кононовича, как сын Дмитриевич. Я думаю, Эдуарду Иосифовичу не ревновал, потому что Дмитрий Кононович своего зятю любил, наверное, как сына, да? Ну, как вы стали? Вот видите, род творца, род художника Люция Дмитриевна полюбила художника. И оно еще восполнилось одним большим именем, который сегодня же является личностью, исторической личностью для наших народов, для нашей республики. Вот Эдуарду Иосифович тоже ведь помогал Дмитрий Кононович, когда он создавал музей, Черкёх. Он туда выезжал, помогал. И вот я помню случай, когда он приходил в художественное училище и перед студентами выступал, встреча была. И вот это были учащиеся в прикладном отделении. И он им сказал, вот это мне запомнилось на всю жизнь. Народ творит свои вещи по законам красоты. Вот так вот. А коротко и ясно. Ну, он очень, конечно, был неравнодушен к изобразительному искусству, вот как Айсен сказал. Ну, это все о нем сказано и про Осипова, и про Ивана Васильевича Попова. Ну, я вот хочу сказать, что вот у меня самая высокая награда, которую я получал, это лауреат государственной премии имени Лепина. Ну, это лауреат государственной премии РЦПСР имени Лепина. Вот подобную премию у нас получали художники-костолезы, вот Амосов, Пестеров, Петров. Потом, значит, Осипов получал такую премию из художников. А из других, вот я точно не знаю, но вот я точно знаю, что получал имени Горького такую премию получал Семен Данилов. А премию имени Глинки получала Анегина Ильина. Так что вот это очень престижная награда. Так вот, я почему о ней говорю? Потому что я эту премию получил, я на нее совсем не претендовал. Но получил только благодаря Дмитрию Комановичу. Вот почему я так говорю? Дело в том, что на эту премию выдвинули три моих картины. Это «Дети 30-х», «Похороны в комнате» и «Полицейский в Якутске». И устроили в Москве выставку претендентов к этой премии. А мои картины «Дети 30-х» и «Похороны в Левкомовце» находились в Якутске. Ну а я так как не претендовал на эту премию, я в общем не позаботился о том, чтобы эти картины в Москву отправили. Так и они остались. А в Москве в это время находилась картина «Полицейский в Якутске». И вот именно за эту картину «Полицейский в Якутске» мне присудили эту государственную премию. Хочу сказать о том, что Дмитрий Команович был очень заботливый человек. Вот почему я об этой премии сказал и об этих картинах. Все эти картины я делал, пользовался фотографиями. Вот, например, «Дети 30-х» я использовал фотографии, сделанные самим Дмитрием Комановичем. Его фотографиями. И вот он меня из собственных урок обеспечивал нужными мне фотографиями. Вот такая забота обо мне. Ну, то есть, как о художнике. А творчестве. Вот. И даже когда я был студентом, он мне помогал делать подрамники, чтобы я работал. Во время каникул я приезжал и работал. И это... Он мне там и гвоздями, и этими обеспечивал инструментами. Так что вот такое было отношение. И, конечно, я очень благодарен. Потому что вот... И то, что вот темы этих картин тоже благодаря ему появились. Это вот... Он же назвал музей полицилки. В 1977 году открылся. И мы там помогали. Там работали, я помню, Парников художник. Потапов. Вот я с ними был. Вот. И о нем тогда говорили. Вообще он спит или не спит. И вообще он устает. Никогда не устает. Потому что утром люди идут работать. Он уже работает. Вечером уходят отдыхать. А он остается работать. Вот такое было. Вот человек, который не знал усталости, что ли. Вот по этому поводу... Я вот помню случай, когда он повел нас на заброшенное старое кладбище. Где-то километров пять, наверное, на север от музея. В Сотчинске. В Сотчинске. В Сотчинске. А это в Намскую сторону. Ага, в сторону Намцев. И... А когда обратно шли, он очень устал. 98. И... Ну, это самое. Держался. Вот мой студент. Я вот так вот с нами за ручку. Мы с обеих сторон. И даже временами ложился на землю, отдыхал. Устал очень. Ну, это было, когда ему было до 95, 96 или 7 там, где-то ему было. Вот. И пришли, значит, домой. Ну, отдохнули, поужинали. И он говорит, о, мне надо идти там наверх. Идти к полюсице. Ага, я ему говорю, ну, отдохнуть надо, не надо ходить. Он на меня рассердился, говорит, что будешь мне указывать, что мне делать. И это самое. И пошел. Так вот, я что хочу сказать. Он был человеком, который не знает усталости не потому, что он на самом деле не уставал. А потому что вот такая воля была. Вот такая, как сказать, духовная сила, можно сказать. Да, я помню, как он говорил. Их сыбен, амин их сыбен. Тьет-эй-эбин. Битарех сауру. Ситарех сауру, да. И он всегда об этом говорил, что он торопится, что ему надо работать. И мы вообще поражались, когда в сочинцах с ним вместе работали. Он на эту лестницу несколько раз в день выходил. Раза 4-5. А мы за ним один раз выйдем. И несколько раз останавливались. И для того, чтобы передохнуть, мы Дмитрию Кононовичу вопрос задавали специально. Дмитрий Кононович. И он останавливался для того, чтобы нам объяснить. Пока он объясняет, мы немножко отдыхали. Вот таким одержимым своим вдохновением был Дмитрий Кононович. Он вообще человек, легенда, восхищение. О нем можно только так говорить. Еще почему я хочу еще раз высказать благодарность. Потому что, например, моя картина похороны Ревкомовца, она, ну, как сказать, родилась во мне в результате общения с Дмитрием Кононовичем. Потому что он был свидетелем этих событий, этого времени. Он рассказал. А вот картина, скажем, «Дети 30-х» – это вот отражение того, что вот он посвятил свою жизнь народному образованию. Вот Литвия Дмитриевич вспоминал это, вот как он говорил об этом. О том, какие он планы делал в дневнике. Вот 19 лет, и вот такие планы. Что вот он хочет и сгнографом быть, ученым, писателем, поэтом. Такого, он же автор учебников до сих пор, да, до сих пор учимся. Поэтому я вот хочу сказать, что вот эта самая высокая моя награда, это благодаря Дмитрию Кононовичу получил я. Так что вот... А во сколько лет вы пришли, стали зятем Дмитрия Кононовича? Ну, 23 года мы поженились. Но познакомились мы, когда нам лет было по 16, и дружили. Вот все эти годы мы дружили. Семь лет мы дружили. И когда я служил в армии, мы переписывались. И вот после армии уже решили пожениться. И, Люция Дмитриевна, ваш жених сразу понравился Дмитрию Кононовичу? Он тоже, наверное, приглядывался, оценивался... Нет, он очень строгий был человек, я считаю. ...человеку, который, ну, к единственной дочери. Я вышла на втором курсе медицинского института, а он был демобилизованный. И он говорит, ну, он так не сказал, но ему показалось, что это вот как-то не замер... Как вы вообще будете строить свою жизнь, как вы себя будете содержать? Я пенсионер, он сказал. Но, конечно, строго не ожидал. Ну, как-то так. Но зато он был восхищен, ну, вот, во-первых, он был... Ценить его стал более всех, потому что увидел художника и всегда говорил, все ли условия ты создала, чтобы он работал. Вот ты к нам в гости пришла, а Эдик там сегодня сможет пойти? Дети, где он ты? Вот он сможет пойти работать? И считал его очень волевым человеком. Эдуард всегда говорил, я восхищаюсь. Он гордился и вообще удивлялся очень. Как можно быть таким волевым человеком? К его картинам, да, он когда похороны Ревкомовца написал, он же ему и фотографии Короленко, всех принесли, всех-все-все фотографии. И вот он говорит, Эдик вылетел? Я говорю, вылетел. А что он взял с собой? Он хотел ему, чтобы... Я говорю, он взял это, и тют, говорит, там только лиственница. Тить? Да, говорит. Ему много фотографий. Похороны Ревкомовца. А у него, он увез фотографии, а совсем там не похороны были изображены, а мастер-дэл Родионов. Улун Тон, он скомпоновал, и когда он привез картину, он сказал, Люсь, аминь, аллах, чурбун, бэрд, бэйээте, ким, бэйэте, аллах, тузпага, аналлах, тузпага, дыглах, кьеве. Он хотел его литературные от него, литературные иллюстративные картины от него желал. А он совершенно другое решение. Там похороны Ревца, аллах, бухамилля, Какое для меня огромное значение имели поездки, вот я очень много ездил в Черках с Дмитрием Николаевичем в Сотинский музей, и потом наши художники, преподаватели возили туда студентов на пленэр, и в Черках, и в это, и я возил тоже студентов, и так ездил, очень много ездил я туда. И вот это вот очень меня, как художника, наполняло, что ли, дойду я всю жизнь работал, вот так повлинился, так начал ездить, ни одного лета не пропустил, там все время работал. И вот это, ну а это дача Сорона-Моллана. Вот такое огромное значение, в общем, в моем творчестве имеет Дмитрий Николаевич. Вы воспитывались, жили в тот период, когда вот быть родственниками именитого человека была ответственность. Илье Эдуардовичу досталось очень сложно, наверное. именитые предки, великий дедушка, очень известные родители. Ну, при таком-то параде выделиться, стать личностью, каково было, Илья? Выделиться я это, не надеюсь, с такими предками. Такой задачи никогда не... Но обязан, да? Да. Ну, так получилось, что я в смежной профессии работаю, я музейный работник. И кроме того, получилось так, что я работаю в институте научном, в нашем первом Якутии, в котором дедушка когда-то работал, причем вот тогда, когда он в первые годы вместе с Уюнским. И поэтому я по роду деятельности, ну, я вот, так сказать, я должен и изучаю вот не только его, но и, ну, вот, историю культуры Якутии. Поэтому у меня на него, конечно, взгляд немножко отстраненный, хотя мне с ним посчастливилось вместе, ну, общаться и, можно сказать, даже помогать в чем-то ему по мелочи. Ну, это вот последние годы, там, 90-е, нулевые. Конечно, с детства я, мы о нем и говорим много, поэтому я, ну, я знаю, да, его биографию. Поэтому, ну, для меня это вот, интересоваться этим, изучать этим, это и моя работа, и моя жизнь. Как дед, он с внуками, конечно, не нянчился вообще, ни с какими, потому что он очень погруженный в работу человек. Ну, и мы потом, мы же Васильева, мы как бы под одной крышей не жили, мы жили отдельно, он иногда приходил. Я помню, что, когда мы были маленькие, он, ну, свои книжки вот детские именно принесил для детей, якутские сказки. Всегда подписывать старался. А так, в детстве мы его, в общем-то, ну, мало с ним общались. А потом, когда вот мы с братом моим старшим, Алексеем Васильевым, стали учиться на музейных работниках, вот тогда мы стали практику проходить в Соттинском музее дружба. И вот там, там, ну, то есть мы водили экскурсии, то есть мы вникали во весь этот, весь, так сказать, материал, и вот там, конечно, мы с ним стали общаться. И вот тогда мы, тогда, можно сказать, началась наша дружба. Он где-то написал «Мои друзья и помощники». Ну, конечно, это счастье, конечно, то, что удалось вот с ним вместе находиться, потому что он был же человек вот талантливый не только в искусстве, он вот, он умел жить просто вот в быту, умел просто, я не знаю, освещать все вокруг каким-то приподнятым настроением и просто создавать какой-то праздник для всех окружающих. И это вот просто в обычном быту. То есть он был очень разносторонним человеком. Вот когда он хотел вот именно человека порадовать, что ли, человека как-то… Возвысить. Людям, которым он хорошо, ну, вообще умел настолько как-то создать такое… Ну, радость такую для людей. Причем это было… Я вообще хотел бы подчеркнуть, что он родственников своих-то и не очень-то выделял. Да. То есть для него-то важны были вот эти профессиональные дела. И он помогал, поддерживал всех вот, кто занимался там искусством, культурой. И мне кажется, такой большой разницы даже, может быть, нету, чем вот… Что к нам близким… Что к тем… Что вот к другим людям, с которыми он вместе работал. Ну, это… Особых, особых привилегий не было. Требований было больше, да? Одинаково радовался? Нет, ну, вот сейчас… Да, конечно. Но он при этом незаметно все-таки, видимо, заботился и направлял. Но не… Не так, что прямо вот… Или чего-то прямо в лоб требовал, или что прямо там сисюкал. Этого, конечно, не было. Все это только по… Ну, он сам это же… И говорил об этом, и писал об этом. Он подчеркивал, что он практик, что он делал то, что сама жизнь требовала. То есть, где-то он так эмоционально же говорил, что вот нужен был букварь. Я писал букварь, нужна была проза. Я занимался прозой. И вот я сказал, что вот отстраненно на него смотрю. То есть, много мыслей вот о нем именно как о исторической личности. То есть, как историк я смотрю. Музыка. 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 Историей того времени. Вот тут фотографии разные принесли. Вот это как раз тут лежит фотография 20-х годов конца. И здесь, по всей видимости, вот писатели собрались. И вот я хотел бы подчеркнуть, что именно это время было удивительное. То есть 20-е годы это, ну, он же вот драматург, прозаик, но он же вообще один из первых драматургов. То есть это время, когда, собственно, вот формировались вот эти европейские формы культуры на якутской земле. И там же не он один, там много совершенно, его сверстники, там же целая плеяда совершенно удивительных людей. А вот и их предшественники. И, ну, это все просто изучать и изучать, и для меня вот это сопоставлять там какие-то факты, фотографии, это тоже счастье, тоже большая, на самом деле, радость. Вот в 19 лет твой дедушка писал план. А как у внуков насчет плана? Насчет планов, это очень важный, я считаю, момент, это очень его важная, по всей видимости, черта, это именно то, что вот мама вначале сказала, что он еще совсем молодым написал в дневнике, чего он хочет в жизни. Он следовал вот своим планам и своим правилам. То есть это, понимаете, на самом деле это очень большая жесткость. Он где-то в интервью сказал, что в детстве он, ну, или боролись же, то есть детей, когда детвора где-то встречалась, старшие их говорили, давайте боритесь. И вот он рассказал такой случай в интервью, что у него поблизости там жил мальчик, который был старше его, но я его побеждал. А потом мы пошли куда-то в гости, и там был парень младше его. Им сказали, боритесь, и он проиграл. Дедушка проиграл и говорит, с тех пор я больше никогда не боролся. Вот его черта. То есть это, ну, да, это... Нет, ну вот он, он там где-то один раз совсем там дошкольником, значит, проиграл и решил, я бороться, пожалуй, не буду. И больше не боролся. Вот его, вот так он, видимо, жил. Просто вот требовательность к себе просто какая-то... Не рваться как бы. И вот стремление свою жизнь вот подчинить к каким-то правилам. Сегодня ты являешься большим руководителем истории и науки Якутии имени Георгия Прокопьевича Бажарина, да? Сегодня бы, что бы ты пожелал, как руководитель к столетию нашей автономии, какую часть деятельности Дмитрия Кононовича нам, простым жителям, нужно знать? Изучать культуру, искусство, и вот это все, это целый большой такой пласт. И он был во все эти процессы как-то вот писан, участвовал. Там вот еще такой момент же, что вот он учился в педтехникуме, да, в 20-х годах. А в то время в Якутске не было учебного заведения, значит, выше педтехникума, пединститут еще не появился, поэтому отношение к ним было особое. А это молодая республика, то есть их приглашали на все там какие-то диспуты, какие-то собрания, привлекали там к работе научных обществ. То есть они были той вот публикой, на фоне которой там выступали Амосов, Аюньский, говорили о будущем там, как. То есть им так прямо и говорили, вот вы наше будущее, вы должны строить будущее в Якутске. И они были люди, которые это восприняли просто как долг. ИНСТИТУТ 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 А потому что в его жизни история нашей Якутии, и вот эти все взаимосвязи, они и показывают суть того, что происходило. В этом и смысл истории, и вообще разных юбилеев, подведения итогов. Конечно, нужно... И вообще, действительно, это радость и счастье изучать культуру, историю. Ну и люди действительно сейчас очень интересуются, очень многие, старыми фотографиями, музеями. У нас очень много музеев в Якутии. Ну вот и как музейщик я бы сказал, что вот Сорона Маллона – это такая тема, которая связана вот с очень многими вещами. Ну и если этим интересоваться, это изучать, это действительно очень интересно и увлекательно. А ты не хотел бы ли заняться, кроме этого, кроме своей работы, свою работу все время перелаживать на видео? Это, может быть, в каком-то другом формате именно вещал Илья Васильев об истории Якутии. Как ты думаешь? Ну вот мы сейчас вообще музейная сфера переживаем такой трансформации. Вот, видимо, мы должны какие-то искать, такие новые формы. А так, в принципе-то, вот у нас небольшой музей, но это музей нашего первого института. И поэтому я по мере сил участвую в работе института, и в музее мы стараемся это показывать. И какие-то передачи зовут, и в плане каких-то фотографий, изобразительных материалов, в разных книгах участвуем. Так что, в общем-то, ну в разных формах, да, занимаемся всем этим. Как вам жилось, дети великого человека? В чем разница? Разница детей, обычных людей, которые могут хоть что говорить, хоть как ходить, да? А вот вам какая была просто неписанный закон, какая ответственность? Вот, Асен, ты всегда был сыном великого человека. Ну-ка, расскажи. Ну, это для меня было неудобно. Все вот как бы смотрели на меня. А, вот, да, сын. И как я себя веду, там. Десять раз у меня чего-то. Какие-то там промахи я делал. О, 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 шоруну, мололололон, ну, кулигану, ну, кулигану, ну, кулигану, так вот. Вот это было ужасно. А я-то был нормальный такой. Как все, да? А вдруг на меня вот так что удвоенное внимание. Потом чувство ответственности, что это всегда тоже было. И вот это вот держало как-то. То есть я на полную свободу, на беспредел не пошел, как говорится, а вот себя держал. Потом я хочу такое добавить, что нас объединяло с отцом что, да? Это любовь к красоте. Вот к тому, вот, как старинные мастера вот что-то делали и так далее. Вот это вот интерес к старине, к старым домам якутскому, к вещам. Это нас объединило, совпало, да? Потом я в 60-е годы очень стал интересоваться религией. Читал религиозные книги и так далее. И вот я однажды спросил у отца. Папа, а ты читал Библию? А он, нет, Библия ничего, это же, говорит, церковная книга. Я говорю, нет, Библия – это самая великая книга в мире, почитай. А я привез из Москвы Библию и ему дал. Он взял эту Библию, почитал, видимо, потом меня спросил, ну как? Вот, говорит, великая вещь. И стал интересоваться отцу религией. Вот, и таким образом он как бы постепенно стал возвращаться именно к Богу, да? А сначала же он был атеистом. Он говорил, я не верю ни в черту, ни в Бога, это, так сказать, ну тогда все-таки были атеистами. Все советские люди. Время было такое. Вот, а потом уже, как говорится, он уже вошел в это дело. Стал, а, вот, хорошее дело, что он стал восстанавливать церкви, первую. Первый стал восстанавливать. Вот он восстановил Николаевскую церковь Черкёхи, который великий мастер, плотник луковцев такой был. Молодец, вот, его, его как молодёжь, молодёжь, э, луковцев молодёжь. Как крепко, здорово сделано, вот, до сих пор это стоит прямо, вот такие толстые брёвна, вот, как это, он всегда восхищался. Именно. И начал с того, что он восстановил вот эти вот купола, кресты поставил, он первый в Якутии стал восстанавливать церкви. Потом он восстановил очень много вот это, вот это Кёли тоже, Дмитриан Попов, который поставил церковь, да, Преображенский, это тоже он поставил эту церковь по рисункам, по фотографиям, я не знаю, в общем, восстановил. В Соттицах он за Шиверскую церковь, Спасскую, Спаско-Зашиверская церковь, в котором восчищался вот ещё Аполовник, Акладников. Он перевёз Аполовников этот в Новосибирск в 70-м году, потом Аполовников к нам приехал, который Кижи восстановил. И вот они оба, вот именно такая любовь была к старинной церковной русской архитектуре, красота. И Дмитрий Коевич поставил эту Церковь в Соттицахском музее и сделал типа Острожка, как Острожок, если это ещё с колокольной, да. Вот это вот была великая любовь к церквям, к религии, вот это всё у него, вот это всё. Он хотел ещё перевести другие церкви, хотел из Чуропчин, но Чуропчинские отстояли в Орелахе. Да, не дали. Джим Коннский тоже их не отдали. И таким образом в людях стала просыпаться любовь к религии. Конечно, Дмитрий Кононович стал основоположником возвращения этой православной культуры. И люди почему не отдавали? А, если Дмитрий Кононович считает это ценностью, значит, это наше. Да, а ведь до этого они стояли заброшенные. А потом я скажу некоторые неизвестные в многих моментах насчёт музеев, да. Вот, Татьяна Федоровна, как вы думаете, сколько он музеев создал, примерно? Как вы думаете? Насколько мы знаем, 5-6. Ага. Он, оказывается, создал 6 музеев. Да. 6. Помимо Черковской, Сотинской, это его, значит, он создал ещё, мало кто знает, музей-усадьба Петра Алексеева. Отдельно, да. Да, сильного. И там Аллац, Туракёль, там весь посёлок, Татчинском улучшении, Туракёль, недалеко. И он восстановил его юрту. И рядом стоит часовня. И вот они восстановили часовню, крест тоже, купола, всё сделали, да. Вот. И там очень много помог Иван, сын Ивана Васильевича Попова, Иван Иванович Попова, помогал. И там же недалеко, в том же Аллаце, стоит священный, это Кмас, Алдук Масмире, который, знаешь, изображением этих животных, людей, вот это, очень такой реликвия, ценнейший для Ивана Куток, он стоял, этот, 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 это Кмас, сначала стоял в Черкёвском музее, в церкви, потом, сейчас переведи обратно туда, в Аллах, а вот этот музей, что он создал, им тоже под открытым небом, мало кто знает. Больше того, он создал музей-усадьбу Аюнского, ага, Дальберебит, такое озеро есть, там, и там тоже вот постановил школу Аюнского, там несколько вот могил и так далее, целый комплекс под открытым небом. Но это я, я отделяю от Черкёвска, потому что другое место, другое, постройки там, беседка Турсунай, казахи приезжали, Турсунай, Разбаева поэты, вот это, они тоже дружили, они, вот первым, можно сказать, как бы вот дружба казахского народа и якутского народа, именно через Турсунай, когда они приезжали, вот это он тоже как бы создал эту дружбу между двумя нашими народами, казахи без саха, потому что у нас одни корни, они ха-саки, а мы саха, то есть мы саки, и верили вот в солнце, да, и в религия дна, поэтому вот это все он древность восстановил, да, вот это тоже его большая заслуга в деле, дружба между народами, да, мы, вот чем дело. Я не знаю, что это. и и и и атмосферата внук датоктан но ноти на воду кона одах питания антония амбаста ментине и полицейская солдатын история олдатын эпитим джонгой эллерген аппетим оттенчат у сутки осылах к басты к сурьячилы конференциялар ултаха и ринген он нынпровоза даклады он бутым он напитим сахару ячиллари не естере о полицейской саллиланды и ултаха нынпрея амбаста даток 느лгады амбаста саллиланды и был в 2013 году мы все в детстве саллиланды и в обороте и ринген ултаха к Ford нынпрея отсоточил олдатын посвящен саллиланды игорев кодекс энергии бетональда ивинг он нынпрея отсоточил кодексу т Text3ort даток Продолжение следует... Эдуард Иосифович, я вот хотела спросить, вот все музеи, природа, окружение музеев, созданных Дмитрием Кононовичем, она же живет в ваших картинах? Да, конечно, конечно. Ну, пейзажи черковские, сотенские, они там, в музее некоторые находятся, экспонируются там некоторые пейзажи. И я вот хочу сказать, что я написал три портрета Дмитрия Кононовича с натуры. Расскажи про этот портрет. Один находится в Национальном художественном музее, это тот портрет, который я писал вместе с Осиповым. Это Осипов для своей картины специально выезжал, работал над этим портретом. И я сбоку пристроился, тоже сделал портрет. И один находится, и когда ему 90-е было, я в Уросе, в Сотинцах делал. В Сотинском музее. Он находится тоже в музее, в Сотинском. Собственно. А вот этот портрет у меня, в общем, решили закупить. И я наотрез отказался, потому что решил сохранить вот для... Своих? Да, для его потомков. И вот поэтому он у нас находится, в нашей семье. Глядя на портрет, я сегодня думаю, что Дмитрий Конович как будто бы вместе с нами. И, наверное, радуется, что мы всегда помним его, всегда стараемся подражать. Вот надо же, природа, творец дарит таких людей, на которых надо равняться на несколько веков. Видите, и молодежь модная, скоро будет все равно на него равняться. Какое бы время ни прошло, классическое мышление, фундаментальное мышление Дмитрия Коновича Сивцева Саурном Аллана, оно, наверное, будет, как якутское Серге, веками всегда будет путеводной звездой по развитию духовности народа. И в этом году, как вот мы же все отмечаем наследие культуры народов Российской Федерации, во всех аспектах творчество Дмитрия Коновича является наследием культуры якутского народа. Пусть это литература, да, а в его музеях сколько мастеров сохранены, именно вот как наследие. Ведь он все это собирал по крупицам. И в 34 года он уже говорил о Болонхо как о шедевре. Ведь он предвидел 2005 год. Он говорил, что это энциклопедия якутского народа. А мир признал в 2005 году. Да, Илья? Да, он не только, не то, что предвидел, а задача была поставлена сделать так, чтобы Болонхо вошло в сокровищницу культуры народов СССР и, значит, и вообще общечеловеческого. Он был, это вот интересный же факт, тоже не так хорошо известный. То есть вот в 40-м году было прямо постановление Совнаркома Якутской Республики, значит, о составлении сводного текста Оланхо и о создании правительственной бригады. И там вот такая интересная задача ставилась. Надо, значит, собрать единый какой-то большой эпос, создать сводный текст Оланхо. И вот была при институте создана бригада. И вот дедушка Дмитрий Конович Сивцев был назначен ее секретарем. Вот, и там работали фольклористы, писатели. Собирали. Кулачиков Эдлей работал там. Георгий Митрофанович Васильев там работал. И именно вот в эти годы, в 40-м и 41-м, эта работа остановилась войной, было собрано очень много записей Оланхо. То есть через сеть корреспондентов в районах проводились конкурсы Оланхо-сунтов. И вообще в это время они в целом отношение к фольклору, к эпосу, внимание уделялось, оказывается, действительно. И Оланхо-сунты были приняты союз писателей. Вот это исследование Оланхо, собирание Оланхо, анкеты Оланхо-сунтов собирались там по всем районам. То есть целая база данных собиралась. Эта вся работа и позволила всему миру доступно объяснить, то есть перевести там, написать на русском языке и так далее, что такое Оланхо, что же его особенности. А вот это все он не просто предвидел, он был там, когда эта задача была поставлена. То есть я говорю, в этом постановлении прямо есть слова. Сделать якутское Оланхо вкладом в сокровищницу культуры. Так и написано. В его работах относительно Оланхо я прочитала, он пишет, он исследовал, вот когда вот это сводное, он много этих эпосов прочитал. И там в основном описывается борьба злых, светлых сил. Богатыри такие, богатыри такие. А в якутском, говорит Оланхо, за счастье всеобщее, всего мира. И вот во всех его публикациях вот это красной нитью проходит. Счастье всем, счастье будешь ты нести радость, ты должен радовать. Во все человеческое, он везде у него, к человеческому счастью и всечеловеческой гармонии, везде он об этом говорит. Все мы дети одной матери земли. И вот это у него красная нитью. И он очень вот как-то всегда радости. Вы должны быть бодрые и радостные. И вы должны нести радость всем. И тогда вы будете, и тогда вы и ваш народ будут долговечны и здоровы, и будете прославляемы. И от этого вы тоже будете долго жить. Вот это красная нитью. Это очень интересно. Вот как раз сейчас, вот сегодняшнее время, мы это чувствуем. Как будто он зрел. Всеобщее счастье. Всего человечества. И поэтому, когда вот он завершал вот этот свой Библию, он это его очень. Он как единое для всего человечества подчеркивал. Подчеркивал. Он как единое для всего человечества подчеркивал. Это, когда в Союзе писателей в Москве, там вообще общественные организации и правительство, Они признали Шоруна Малона, Дмитрий Конович, духовным лидером якутского народа второй половины 20-го века. Великим человеком. Вот признали его как духовный лидер, это значит, он человек номер один был. И поздравляли его, и Путин ему, кажется, еще поздравил. Путин. То есть вот это признание было, да? И уже когда, после его смерти в 2005 году, как-то стало все затихать, тихать. И сейчас, я не знаю, кого можно назвать лидером якутского народа, духовным лидером, да? Но он был действительно такой человек, который один выполнял работу за десятерых. Как десять человек вот могут там разыгрывать, он один это все сделал. Один. Вот такая у него была энергия, желание и любовь к родине к Якутии. И предназначение свыше. Его предназначение свыше, видимо, для якутского народа было уже решено его судьбой. Вот я очень радуюсь, и сейчас очень горжусь, что я с ним вместе работала. И со дня первого колышка я всегда была с ним рядом, была организатором всех мероприятий. А в его книге, ну, одной строкой написано, да, что все культурные мероприятия руководила Татьяна Гоголева, да? И я за эту фразу горжусь. А мне он всегда говорил, это музей дружбы народов под открытым небом. Татьяна, ты будешь сюда привозить все народы мира, и они будут восхищаться нашим музеем. И в нашем музее будет дружба. Дружбу Якутии и России он всегда ставил на первое место. И говорил, что музей дружбы станет местом дружбы всех народов. А сегодня бы он, если был с нами, сказал бы, живите в мире и в согласии с Россией. Редактор субтитров А.Семкин